Здравствуйте, ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка. Тема нашего урока понятие о глаголе как части речи. Интересная часть речи в русском языке живет. Кто что делает, расскажет, чертит, пишет или поет, вышивает или пашет, или забивает гол, варит, жарит, моет, чистит, все расскажет нам глагол. Сегодня мы с вами будем говорить о части речи, которая называется глагол. Научимся задавать вопросы и отыскивать глаголы среди других слов. Прослушайте предложение. Грачи весну, на молодой березке первые сережки, на проталинах первые цветы, подснежники. Я понимаю, что вас смутили эти предложения, чего-то в них не хватает. Да, в них есть имена существительные, которые указывают на предмет. Есть имена прилагательные, признаки предметов. Но нам непонятно, какое действие происходит. А вот здесь нам будут нужны глаголы. Грачи прилетели, весну принесли. И нам уже понятно, что птицы выполнили действие. На молодой березке появились первые сережки. На проталинах показались первые цветы, подснежники. Добавив в текст глаголы, наш текст приобрел движение, и мы поняли, что происходит. И действительно, глагол – это такая часть речи, которая помогает оживить нашу речь, придать ей движение. Недаром в словаре «Даля» написано. Глагол – это словесная речь человека, разумный говор, язык. Итак, что же такое глагол? Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета. И отвечает на вопросы. Что делать? Что сделать? Что будет делать? Что сделает? Что сделал? Что делал? И что сделал? Например, лошадь что делает? Бежит. Чайки что делают? Летают. Итак, подведем итог. Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета. и отвечает на вопросы. Сейчас мне понадобится ваша помощь. Что делать? Что делать? Слушать. Что сделать? Прослушать. Что будете делать? Выполнять. Что делает? Пишет. Что сделает? Напишет. Что делал? Учился. Что сделал? Проснулся. Вместе с вами мы ответили на те вопросы, которые задает глагол нам каждый день. Глагол связан с частью речи, которая называется имя-существитель. Он рассказывает о том, что происходит с предметами. Солнце что делает? Светит. Птицы что делают? Летают. Ветер что делает? Дует. Дети что делают? Улыбаются. А почему улыбаются дети? Потому что они активны и здоровы. Я предлагаю вам сейчас вспомнить свое утро и подобрать глаголы, с которых начинается утро. Итак, утром я просыпаюсь. Утром что я делаю? Умываюсь. Что я делаю? Чищу зубы. Что делаю? Завтракаю. Что делаю? Одеваюсь. Глаголами мы рассказали о том, как начинается наш день. Для закрепления предлагаю вам выполнить следующее задание. Перед вами записаны слова. Прослушайте их. Просит. Корм. Хитрость. Зеленый. Звонить. Мы. Сладкий. Зеленеют. Звон. Кормили. Они. Встреча. Послушайте еще раз задание. Вам необходимо среди записанных слов выбрать глаголы. Подумайте. Где же у нас глаголы? Итак, проверим, как вы справились с заданием. Слово просит. Задаю вопрос. Что делает? Просит. Это глагол. Корм. Отвечает на вопрос. Что? Часть речи имя существительное. Что? Хитрость. Это тоже имя существительное. Зеленый. Какой? Имя прилагательное. Звонить. Что делать? Глагол. И прав тот, кто его отметил. Мы. Кто? Указывает на нас всех это местоимение. Какой? Сладкий. Имя прилагательное. Зеленеют. Что делают? Это глагол. Молодцы, кто нашел это слово. Звон. Что? Имя существительное. Кормили. Что делали? Глагол. Похвалите себя. Они. Это местоимение. Встреча. Что? Имя существительное. Итак, мы с вами потренировались находить глаголы среди других частей речи. Итак, домашнее задание. На странице 102 выполните упражнение 172. Обязательно повторите все, что вы знаете об изученных частях речи имени существительном, имени прилагательном, местоимении и глаголе. Выучите правила на странице 101. Потренируйтесь определять части речи в заданном упражнении. Спасибо за работу. Наш урок окончен. До новых встреч. Здравствуйте, ребята. Рада новой встрече с вами. Сегодня на уроке математики мы поговорим с вам о приемах устных вычислений вида 450 плюс 30, 620 минус 200. Думаю, вам легко было справиться с домашним заданием. Давайте проверим, как вы его усвоили. Найдем сумму чисел 400 и 300. Представим их в виде сотен. Четыре сотни прибавить три сотни. Получается семь сотен или 700. Найдем разность чисел 700 и 400. 700 – это семь сотен. Четыреста – это четыре сотни. Семь сотен отнять четыре сотни. Получается три сотни или 300. Вспомним, как выполнять вычисления. Вспомним, как выполнять вычисления, используя десятки. 500 представим в виде десятков. Это 50 десятков. Тридцать – три десятка. Пятьдесят десятков. Отнять три десятка. Получается сорок семь десятков или четыреста семь десятков. Используем этот же прием при нахождении суммы чисел сорок и девяносто. Сорок – это четыре десятка. Девяносто – это девять десятков. Складываем четыре десятка и девять десятков. Получаем тринадцать десятков или сто тридцать. Мы с вами вспомнили, как складывать круглые числа, используя прием десятков и сотен. Обратите внимание на доску и рассмотрите выражение. Перед вами два столбика. Как же выполнить вычисления в первом столбике? К единицам будем прибавлять единицы, к десяткам – десятки. Итак, первый пример. Найдем сумму чисел сорок пять и четыре. К сорока прибавим сумму единиц – пять и четыре. Выполним действие в скобках. Пять плюс четыре будет девять. И еще сорок – сорок девять. Значит, сорок пять плюс четыре получается сорок девять. Таким же способом найдем разность чисел сорок пять и четыре. Будем отнимать от единиц единицы. Пять единиц отнять четыре единицы – получается одна единица. И оставшиеся четыре десятка нам дают ответ сорок один. Значит, сорок пять минус четыре – получается сорок один. Решим следующий пример. Шестьдесят четыре плюс тридцать. Складываем десятки с десятками. Шесть десятков плюс три десятка – получается девять десятков или девяносто. И еще четыре единицы – девяносто четыре. Этот же прием используем для нахождения разности чисел шестьдесят четыре и тридцать. Отнимем от шести десятков три десятка. Получится три десятка или тридцать. Добавим четыре единицы и получаем ответ тридцать четыре. Приемы использовать достаточно легко. Нужно знать только разряды чисел. Обратимся к примерам второго столбика. Как же выполнить вычисления в этом столбике? Будем тоже использовать прием сложения и вычитания с десятками. С четыреста пятьдесят – это сорок пять десятков. Прибавим четыре десятка – получим сорок девять десятков или четыреста девяносто. Обратите внимание на следующий пример. Найдем разность чисел четыреста пятьдесят и сорок. Представим числа в виде десятков. Сорок пять десятков минус четыре десятка. Получаем сорок один десяток или четыреста десять. Выполнять вычисления во втором столбике можно еще одним способом. К сотням будем прибавлять сотни, к десяткам – десятки. Из сотен вычитать сотни, из десятков вычитать десятки. Найдем сумму четыреста пятьдесят и сорок. Складываем десятки – пять десятков и четыре десятка. Получается девять десятков или девяносто. Добавляем сотни первого слагаемого. Четыреста плюс девяносто. И получаем ответ четыреста девяносто. Найдем разность чисел шестьсот сорок и триста. Будем вычитать сотни и сотен. Из числа шестьсот сорок мы возьмем шесть сотен и отнимем три сотни. Получаем три сотни. И добавляем оставшиеся четыре десятка или сорок. В ответе у нас триста сорок. Значит, шестьсот сорок отнять триста. У нас получается триста сорок. В данных примерах мы применили прием, когда вычитали сотни из сотен и десятки из десятков. Складывали сотни с сотнями, десятки с десятками. А теперь применим изученные приемы на упражнениях. Необходимо дополнить до восьмисот числа семьсот, пятьдесят и семьсот шестьдесят. Иными словами, мы должны найти такое число, которое в сумме семьсот пятьдесят даст нам восемьдесят. И в сумме семьсот шестьдесят тоже даст восемьдесят. Вычисления выполняем следующим способом. От числа восемьсот отнимем семьсот пятьдесят. Будем вычитать сотни из сотен. Восемь сотен отнимаем семьсотен и отнимаем десятки. Сто отнять пятьдесят, получается пятьдесят. Значит, чтобы дополнить семьсот пятьдесят до восьмисот, нам необходимо пятьдесят. Следующее число мы найдем, используя преобразование в десятки. Восемьсот минус семьсот шестьдесят получится сорок. Потому что восемьсот – это восемьдесят десятков. Семьсот шестьдесят – это семьдесят шесть десятков. Восемьдесят десятков отнять семьдесят шесть десятков, получается четыре десятка или сорок. Составим и решим выражение. Необходимо найти сумму чисел 190 и 10 и уменьшить ее в 100 раз. Сумму найдем способом приведения к десяткам. 19 десятков плюс 1 десяток получается 2 десятка или 200. Уменьшить в 100 раз значит отбросить два нуля. Ответ 2. Найдем разность чисел 860 и 60 и уменьшим ее на 100. Напомню, сначала выполняем действия в скобках. Вычитаем десятки из десятков. 860 отнять 60 у нас получается 800. 800 отнять 100 получается 700. Как видите, мы применили изученные приемы на нескольких упражнениях. Изученный материал я предлагаю вам закрепить на домашнем задании. Страница 67. Выполните решение примеров номер 1 с устным объяснением. Решите задачу номер 5. Желаю удачи. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова